Именно тем, кто любит Бога, все содействует ко благу. Потому что это условие. Это условие. Любовь к Богу, она еще определяет, любишь ли ты то, что любит Бог. Это и определяет, обратит ли Бог во благо для тем, кто любит Его. Потому что любящие Его любят Его дела и любят то, что Он любит. Мы читаем Ефесянам 5 глава. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. А как Христос возлюбил церковь? Так, что аж себя предал, то есть отдал. В другом переводе написано «отдал себя за церковь». Это любовь Христа к церкви. А теперь подумай, насколько ты любишь свою церковь. Являешься ли ты частью церкви? Что ты делаешь в церкви, для церкви? Потому что Христос-то любит церковь. А если ты не любишь церковь, значит ты не любишь Бога. А раз ты не любишь Бога, значит Он не обратит во благо всякое зло, которое может приключиться с тобой. О, загнул! Так написано. Любить Христа, значит любить не только голову Христа, но и тело Христа. Потому что написано, Христос есть глава церкви, глава тела. А тело – это церковь. Поэтому на каком уровне я люблю тело, на том же уровне я и люблю главу. Нельзя отделить одно от другого. Нельзя обезглавить Христа. Вот я люблю главу, потому что Он главный. А тело – оно такое себе. Всякое, всякие тут мы, разные мы такие вот. Не об этом. О том, что какими бы мы ни были, какая бы церковь на земле ни была, если ты не любишь церковь, ты не любишь главу. И от этого никуда не деться. Субтитры создавал DimaTorzok